Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Данила, и вы на канале Yeti 2.0. Сегодня мы с вами поговорим про относительно свежий нож от китайского ножевого бренда Artisan Cutlery, который называется Accelerator. Вот такой вот здоровенный, прикольный такой вот нож на манер какой-то пиратской абордажной саблей. И, наверное, вот если сравнивать его с другими ножами, я бы, наверное, поставил его примерно в один ряд с каким-нибудь Cold Steel Colossus, если кто-то помнит про такой нож, или какой-нибудь Fox El Capitan. Вот так вот мне видится. Очень прикольный нож, хорошо сидит в средней руке, и выпускается он в четырех цветовых схемах. Два типа Микарты, вот такая зелененькая, как у меня, и бывает еще и черная, ну и, соответственно, парные клинки. Светлые, либо черные. Дизайнером данного ножа является Майк Сноди. Вот здесь вот его логотип, вот этот вот его фирменный доллар. И я думаю, что про этого мастера вы слышали как минимум хоть раз. По крайней мере, вот у меня до сих пор в хотелках где-нибудь раздобыть старенький его Хеклер Кох Сноди. Это просто мечта. Вот они были маленькие и большие, вот я бы большой с удовольствием взял. Для многих, кто не посвящен, они это называют Ганза G704. Но на самом деле это HK Хеклер Кох Сноди. Нож на обзор предоставлен замечательным ножевым магазином Бэсблейд. Ссылочка на сам нож и подборку Артисана будет в описании к видео в закрепленном комментарии. Также напоминаю, что всем зрителям моего канала Бэсблейд предоставляют отличную ножевую скидку, которая позволит вам сэкономить нормальные суммы денег. Воспользоваться скидкой вы можете просто перейдя в одну из моих социальных сетей, ВКонтакте, Телеграм, что вам больше нравится. И в описании к группе, либо к каналу Телеграм найти тот самый заветный промокод. Вводите при заказе и будет вам счастье. Плюс напоминаю, что вернулись бесплатные викторинксовские ножи каждому вашему заказу. Ну, для того, чтобы понимать вообще, насколько это прикольный и здоровенный нож, предлагаю поговорить о характеристиках. Нож крупный, весит тоже так совсем немало, 169 грамм. У меня вариант с микартой, именно вот с такой вот зелененькой. Присутствует у меня латунный бэкспейсер, два лайнера, один из которых является замком. Толщина лайнера 1,4 миллиметра. Они внутри никак не облегчены. Видите, вот там вот уже царапинку. Это я проверял, латунь ли это или крашеная. Сталь, потому что вот эти кольца оказались просто сталь анодированная, да, с покрытием под бронзу. И они, соответственно, вы видите, этот желтенький, этот больше такой бронзовый в красноту. Крупная рукоять, подходит под практически любую руку, 129 миллиметров длины, 14 в самом толстом месте, чудесный вот этот темлячный штифт. Удобно будет сюда продевать паракорд для того, чтобы повесить бусину. Есть у нас клипса, клипса неглубокая, титановая. На противоположную сторону не переставляется. На кармане нож располагается вполне себе комфортно, учитывая его ширину. Работает все это дело на однорядном керамическом подшипнике в пластиковом сепараторе. Вот такой вот нож, и он отлично открывается, что спайди-фликом, что открывается вот здесь сверху. Отверстие крупное, хорошее. Выглядит нож, мне очень нравится как. И самый удобный хват, это вот такой вот, ну назовем так, фехтовальный. Есть возможность взять вот здесь поближе, но, к сожалению, вот эти вот два пальца у вас тогда такие полуболтаются в воздухе, что рассчитывать, что вы им долго сможете комфортно строгать, к сожалению, не приходится. Но вот таким хватом что-то резать на плоскости, можно положить сюда палец, можно перехватить поближе, взять палец вот здесь. Здесь вполне себе комфортно. Клинка здесь аж 99 миллиметров, 93 из которых полезных, поскольку есть чоэл, дулька, которая облегчает заточку. В обухе это 3,6 миллиметра. Сталь порошковая, собственная Artesano ECGRB ARRPM9. Ну это такой некий вариант, ну типа 440C в порошке или 9 Chrome в порошке, примерно все то же самое. Заявленные 59,61 единица, скорее 59 уже проверяли не раз. Сведение у меня равномерно 0,4. Ну вот замерял где-то здесь и вот здесь. Здесь, понятно, у самого-самого основания не замерял. Здесь, наверное, будет больше, потому что вы видите, да, с одной стороны даже немножко так залезло на, значит, на взрезку. 38 миллиметров ширины вот здесь вот мерил по горбику. И 20 из них это прямой спуск. Финиш Stonewash практически не видно, как остаются пальцы. Заточка из коробки хорошая. Насечка отличная, не грубая, при этом в том месте, где она должна быть. Ну и вообще с ноги, конечно, могет, однозначно могет. Давайте для лучшего понимания габаритов этого ножа сравним его с другими известными ножами. Субтитры сделал DimaTorzok Как для бородажной сабли, здесь с характеристиками более чем все хорошо. Достаточно удобно резать на плоскости, да, что если вы захотите использовать нож как какую-нибудь там полевую кухню, ну, условно, то вполне себе. 3,6 это не такой уж и толстый обух. При такой-то ширине, даже несмотря на спуски примерно там в половину или там, может быть, чуть-чуть больше, при 0,4 при нормальной заточке он вполне себе будет неплохо справляться. Вопрос другой, что в кармане он занимает, ну, достаточно много места ввиду особенностей вот этой вот рукояти, что она широкая, загнутая, соответственно, такой же клинок. Но, тем не менее, клипса мне понравилась. Очень я люблю, когда вот так вот стоит темлячное отверстие, ну, темлячный штифт. Поэтому здесь повесить какую-нибудь калевую бусину, я не знаю, там, какого-нибудь Кратоса из игры God of War и будет прям супер. Давайте нож разберем для того, чтобы посмотреть, как он сделан внутри. Ну, с артисанами обычно все всегда хорошо. Единственное, что на последних ножах не было антипроворота. Это, безусловно, печалит. Будем проверять, как обстоят дела здесь. Так, ну, открутилось вроде хорошо. Здесь сразу вижу антипроворот. Это, безусловно, радует. Фиксатор аккуратненько есть на осевом. Стяжные снимаются легко, но тоже есть фиксатор. Вот оптимальное количество. Не надо там излишне тянуть. При этом вот потом обратно можно, ну, как бы затянуть винты, не переживая за то, что бывает просто очень твердый фиксатор. И нужно тогда отдельно его снимать. Вот такие вот латунные колечки. Симпатичные. Причем, знаете как, это сталь просто анодированная. Да, вы видите, здесь металлический цвет, а ободки только у нас желтенькие. Вот такая вот накладочка. Все везде хорошо, аккуратненько. Чуть-чуть вот тут, видимо, из-за влажности немножко есть коррозия. Не страшно. Вот. Облегчений никаких. Очень нравится размер упорного штифта. Так. Вот такой вот здоровенный. Такой вот лайнер. Такой, кандовенький. Так. Значит, здесь посадочная под подшипник непосредственно в клинке. Клинок мощный, здоровенный. Вот так вот все это дело выглядит. И так достаточно глубоко все утоплено. Подшипник керамика. Стандартная. Один ряд. Керамический шар детента. Это у нас спейсер. Спейсер целиком латунный. Внутри он не белый, а такой же желтый. Очень удобно будет вот сюда продевать темляк. Да, потому что здесь вот очень хороший радиус. Проблем с тем, что у вас вот так паракорд будет загибаться, не будет. В общем, сделано все хорошо. Самое главное, что меня радует, что здесь есть антипроворот. Антипроворот реализован D-образной выборкой в лайнере. Вот в том, в котором замок. Так что здесь, в принципе, все хорошо. Подгаров нет. Фасочки сняты везде. Нигде ничего не торчит, нигде ничего не остро. Ну, в общем, все вполне себе. Здесь тоже все здорово. Порадовалось, что присутствует антипроворот. Каких-то недочетов найти мне не удалось. Ну, так, если из головы прям совсем докопаться, ну, могли бы уж ребятки и облегчить лайнеры. Но, с другой стороны, у меня нет гарантии, что от этого бы не потерялась жесткость конструкции. Потому что сейчас это просто не прогнуть. Это вот берешь прям монолит. Куда бы ты ни взял. Вперед. Вот так бы. Вот так. Вот так. Как бы без вопросов. Все очень жестко. Никакого тебе синдрома Багаудинского. В итоге. Железка понятная. Понятно, что там с неба звезд не хватает. Но порошок. Коррозии сопротивляется неплохо. Ну, заточку держит вполне себе. Это скорее такой, ну, больше нож по фану. На тот случай, если у вас там есть чем резать. Какой-нибудь легкий, аккуратный. Там ножичек со спусками от обуха. И хочется вот чего-то эх. Вот это эх супер. При этом оно еще и будет резать. Прям повторюсь. Каких-то, ну, вот моментов, которые бы мне здесь не понравились. Какие-то косяки там. Ничего такого. Потому что вот на прошлых артисанах не было антипроворота. Я прям запарился его раскручивать. Здесь было все четенько и здорово. Насколько будет стойкое вот это вот покрытие, я вам, к сожалению, сказать не могу. Потому что место вроде такое, в котором вы не будете его задевать, по идее, должно прожить достаточно долго. Здесь тоже никаких щелей. Все мне достаточно нравится. Поэтому, если устраивает цена и нравится этот дизайн, вполне себе могу рекомендовать к приобретению. Вот такое сегодня видео. Надеюсь, вам было интересно. На этом и все. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok